В конце 2018 года в отношении крупнейшей управляющей компании ДЭС ЖКУ городского округа Химки начали процедуру банкротства. На ее место пришел МУП-жилищник. Что же это за компания такая, что происходит с ДЭСом и самое главное, что ждет жителей, сегодня мы поговорим с Русланом Геннадьевичем Гаевским. В прошлом он возглавлял ДЭС ЖКУ, сегодня является директором МУП-жилищник. Руслан Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Расскажите, что это за предприятие такое МУП-жилищник, его правовую форму и когда, собственно, эта компания появилась? Это муниципально-анитарное предприятие. Созданное было учреждено администрацией городского округа Химки еще в 2012 году. Оно осуществляло разные услуги в рамках городского округа Химки, бухгалтерские услуги, расчеты жителей, претерпевало разные реорганизации. Сегодня оно превращено в управляющую компанию, оно получило соответствующую лицензию и, соответственно, имеет и базу, и людей для того, чтобы приступить к обслуживанию жилым фондом, который ранее принадлежал управляющей компании ДЭС ЖКУ. Насколько мне известно, многие дома, которые раньше были в управлении ДЭСа, они сегодня пришли в жилищник. Насколько это временное решение? Дома были переданы для того, чтобы не разрушить рынок ЖКХ в Химках и для того, чтобы не допустить аварийные ситуации по обслуживанию домов, чтобы жители остались со светом, водой и с теми услугами, которые они до этого получали. Это уборка дворовых территорий, уборка подъездов, обслуживание жилого дома. Администрации города было принято решение создать муниципальную управляющую компанию распоряжением главы городского округа Химки Дмитрия Владимировича Волошина. Дома были переданы во временное управление муниципальному предприятию. То есть, что это значит? Законодательство позволяет это сделать и принять муниципалитету такое решение, но дальше оно подразумевает под собой следующее. В течение года жители должны сделать свой выбор, то есть они должны провести собрание и утвердить предложенную администрацией города управляющую компанию путем проведения общего собрания. Либо, соответственно, если такой способ не будет реализован, то администрация будет проводить аукцион, на котором уже путем торгов будет определена управляющая компания, которая будет управлять домами. Безусловно, мы хотим, чтобы это осталось муниципальным предприятием, и для этого прикладываем все усилия, и для этого, соответственно, готовы жителям представить услуги нового уровня. Насколько я понимаю, ДСЖК все прекращает свою деятельность, да, а, собственно, расскажите, почему это произошло? На сегодняшний день ДСЖК не прекратила свою деятельность, да, действительно введена процедура наблюдения. К чему она приведет, это, конечно, уже будет решать арбитражный управляющий, и такое решение было принято судом. Большая кредитная масса, то есть кредиторы, которым муниципальное предприятие было, задолжало денег, не расплачивалось по контрактам, они, соответственно, подали, соответственно, законам в суд, и через суды уже взыскивали свои долги. И, соответственно, если муниципальное предприятие или иное предприятие не расплачивается по долгам, то может кредиторам инициироваться процедура банкротства предприятия, что и было, соответственно, сделано. Основным, конечно, кредитором это является ТСК Мосэнерго, оно, собственно, и было основным инициатором этой процедуры. Не означает, что у жилищника, который стал, грубо говоря, временным переемником, все долги тоже перейдут и в каком-то момент жилищник тоже прекратит существование? Возможно. Долги управляющей компанией ДЭС к жилищнику не перейдут, то есть, соответственно, все это, естественно, осталось за юридическим лицом МПДС ЖКУ. Жилищник — это принципиально новая организация, и там учтены все проблемы, которые были до этого в муниципальном предприятии ДЭС. Соответственно, так как основные кредиторы — это были ресурсоснабжающие организации, было принято решение перейти на прямые договора. То есть, в жилищнике уже этого не будет. Житель будет напрямую платить ресурснику, и, соответственно, ресурсник уже будет свои требования по неоплате ресурсов предъявлять непосредственно к жителю. То есть, управляющая компания не будет уже принимать в этом участие, что снимет огромное бремя, долг, которое раньше ресурсник предъявлял к управляющей компании. То есть, должен житель расплачивать за него управляющая компания. То есть, вот так наскопился основной долг. МОП «Жилищник» — временное решение. Может быть, еще какие-то будут преимущества у жилищника, в отличие от обычных частных управляющих компаний, у ООШ и других форм? Про договоры уже заговорили. Что еще принципиальное отличие в «Жилищнике» будет? Ну, соответственно, если глобально говорить о «Жилищнике», о муниципальном предприятии, унитарном предприятии, то действительно сейчас рынок перенасыщен разными управляющими компаниями. Жители могут выбрать абсолютно любую управляющую компанию. В большинстве своем, конечно, это ООО. Чем отличается принципиально МУП от ООО? Я еще раз повторюсь. Это муниципальное унитарное предприятие, где учредителем является администрация. То есть, мы должны понимать, что это находится под контролем государства. Хочется нам или этого нет. Еще принципиальная разница. ООО — это коммерческая организация. И ее деятельность основана на извлечении максимальной прибыли для своего существования. У муниципального предприятия такой задачи не стоит. У муниципального предприятия стоит задача, в первую очередь, это обслуживание жителя. И о прибыли там даже не идет речи. То есть, если предприятие работает как бы в ноль, то это тоже результат. Потому что здесь мы должны максимально удовлетворить потребности жителей, а не извлечь прибыль из предприятия. Расскажите, Руслан Геннадьевич, что есть из технической базы, у МУПа? Помещение, техника какая-то? Про это расскажите, пожалуйста. Большое отличие, когда, допустим, зарождается новое какое-то ООО, оно, конечно, под собой не имеет никакой материальной технической базы. Жилищник — это, опять же, муниципальное предприятие, да, и оно уже на сегодняшний день обладает огромным потенциалом. То есть, это более 120 помещений уже в распоряжении у предприятий имеется, которое обеспечит нахождение участков непосредственно вблизи к жителям. То есть, не нужно будет, ну, городской округ Химки — это огромная территория. И, соответственно, для удобства жителей на каждой территории созданы участки, куда жители могут непосредственно обратиться уже. Им это будет удобнее, и надо будет никуда ехать. На сегодняшний день у нас уже в штате порядка 420 дворников для обслуживания дворовых территорий. Это 150 уборщиц, которые убирают, соответственно, подъезды. И это 26 единиц техники. Соответственно, она имеет сезонность. В зимний период мы уже продумали, то есть, пришла, придет новая коммунальная техника, уборочные машины. То, чего здесь раньше не было, это будет обработка, соответственно, и специализированными реагентами, которые не будут наносить урона ни растениям, которые растут во дворах, жители, соответственно, не будут оставаться от этого белого налета на асфальт. Да, соответственно, об этом тоже мы обо всем подумали, поэтому сейчас есть современная коммунальная техника, которая придет на смену вот этим устаревшим лопатам, которыми так или иначе мы портим асфальт. И, соответственно, это летняя уборочная техника, это трактора, это вода, то есть, это поливка дворовых территорий для того, чтобы, соответственно, в домах было меньше пыли. Про сотрудников давайте. Вы уже обозначили цифры, да, какой штат будет. Это те же сотрудники ДЭС или, может быть, вы привлекли еще и новых людей? Многих сотрудников мы взяли из ДЭЗа, потому что, действительно, они уже со временем доказали свою работоспособность, свою компетенцию, и жители хотят тоже видеть их. То есть, многих сотрудников жители хотят видеть сами. Также мы привлекли сотрудников квалифицированных с областей. И приоритет мы отдаем, конечно, все-таки, это жителям городского округа Химки. Потому что нам важно, чтобы... Ну, мое личное мнение такое, то, что если человек живет в этом городе, то он и хочет его обслуживать соответствующе, он будет в своей работе относиться соответствующе, с любовью. Плюс ко всему мы произвели сокращение штата в принципе. То есть, на момент, когда я еще работал в ДЭЗе, когда я пришел к управлению, штат состоялось 280 человек. У нас была проведена оптимизация, аттестация, и, соответственно, на сегодняшний день штат Жилищник — это 97 человек. Да, жители не почувствовали это на себе. Почему? Потому что остались квалифицированные кадры. Шланг Геннадьевич, ну, не могу не спросить. Расскажите, вы возглавляли ДЭЗ ЖИКУ, сейчас возглавляете МУП Жилищник. Расскажите, жителям же интересно, почему это произошло? Решение об назначении руководителя предприятия муниципального принимает администрация города. Соответственно, рассматривались разные кандидатуры. Но, наверное, я предполагаю, что выбор пал на меня со 10-ми заслугами, наверное, не постесняясь все-таки этого сказать, которые были сделаны на базе дирекции. Да, мы не смогли сохранить предприятие, но, тем не менее, за период моего управления, 2 года, дебюторская задолженность, которая была в предприятии, когда я пришел, составляла 1,6 миллиарда рублей. На сегодняшний день она составляет 0,9 миллиарда. То есть мы видим существенное снижение. Были предприняты кадровые меры, которые были направлены на оптимизацию самого предприятия, что тоже принесло продотворные итоги. Ну и, соответственно, наверное, те задачи, которые сейчас ставит перед нами администрация, руководитель города и области. Я считаю, что, наверное, администрация посчитала то, что мы соответствуем, моя команда, я соответствую этим требованиям. И, естественно, мы постараемся их все реализовать и приложим к этому максимум усилий. И жители, я считаю, что в ближайшие 3 месяца они уже почувствуют изменения и почувствуют, что к ним пришел жилищник, принципиально другая, новая компания. И ничего общего у него не будет ни с ДЭЗом, ни с, наверное, бы той системой ЖКХ, которая сформировалась у жителей за вот эти вот тяжелые, наверное, лет 7, которые предприятия находятся не в самом, ну, муниципальный ДЭЗ находится в не самом лучшей форме. И не смогло дать жителям максимум того, что она должна давать и то, что ждали от своей управляющей компании жители. Многие знают, что в Москве тоже существует такое предприятие, как Жилищник. Это одни и те же предприятия, что и в Химках вот сейчас есть, или же все-таки нет? Это схожие названия, ничего общего у МУК Жилищника городского округа Химки с ГБУ Жилищниками Москвы нету абсолютно. Это разные организации, это разные правовые формы и разный подход к управлению, разная материально-техническая база и, соответственно, финансово хозяйство. Если говорить о каких-то конкретных вещах, то на сегодняшний день московские жилищники – это полностью бюджетная организация, которая получает, как бы, такие весьма существенные субсидии из городского округа, ну, из города и, соответственно, осуществляет, как бы, свою деятельность. Мы же абсолютно находимся на полном самообеспечении и бюджет города, соответственно, сейчас не нагружаем, и, соответственно, город на нас ничего не тратит. Сейчас есть такие разговоры, что МУК Жилищник, возможно, ждет какая-то реорганизация, опять-таки, правовая, говорят, возможно, это станет бюджетным учреждением. Вот про это расскажите, пожалуйста. Действительно, в конце прошлого года, 2018-го, было выпущено распоряжение о реорганизации МУПа в МБУ. Это общая тенденция в области. Для чего это делается? Мы тоже станем бюджетным учреждением. От этого, какие плюсы? Повысится контроль над нами. То есть нас будет контролироваться не только администрация города, но еще и область. То есть для жителей это будет, соответственно, дополнительным стимулом для того, чтобы выбрать нас как управляющую компанию. Абсолютный тотальный контроль области, независимых органов над расходами бюджета, который будет выделяться жилищнику. Плюс ко всему, мы пока не спешим реорганизоваться для того, чтобы мы хотим подойти к этому вопросу очень тщательно, потому что что мы под этим понимаем? Жилищник впоследствии должен иметь свою материально-техническую базу и отказаться от некоторых услуг подрядных организаций. Мы вполне можем иметь свою технику, мы вполне можем иметь своих работников, специализированных инженеров, которые будут исполнять работу и обслуживать жителей города. И для этого мы хотим точечно запрашивать бюджет, то есть на конкретные вещи. То есть если мы запросили деньги у бюджета, мы говорим, вот мы попросили, вот мы купили 20 машин, вот мы показываем их жителям. Жители видят, да, соответственно, изменения, то есть не будет каких-то абстрактных таких финансов, каких-то нагрузок, трат. Естественно, как я говорю еще раз, мы не хотим абсолютно нагрузить бюджет города, и чтобы город как-то чувствовал то, что появилась какая-то управляющая компания, которая дополнительно легла на плечи города. То есть мы будем стараться это делать точечно, небольшими какими-то финансовыми просьбами там к администрации, на которые, надеюсь, она будет отвечать взаимностью. Естественно, это все в любом случае будет направлено на повышение именно качества сервиса управляющей компании к жителям. А если жители действительно поймут разницу, захотят присоединиться к жилищнику, вот изначально сейчас на какое количество домов вы рассчитаны, да, можете обслуживать? И в дальнейшем, например, сможете ли вы там обслужить 80% домов? Если брать ДЭС, он обслуживал порядка 62% жилого фонда города, поэтому, в принципе, мы готовы к любой цифре. У нас для этого есть ресурс, у нас для этого есть понимание, как это все устроить, у нас уже есть опыт. И, соответственно, мы готовы взять в свое управление еще больше многократных домов, которые находятся в городском углу Гехимки, и там, где жители не довольны своей управляющей компанией. Для этого жителям нужно провести общее собрание. То есть любое решение, на сегодняшний день жилищный кодекс говорит о том, что любое решение, оно идет от жителя, и оно всегда оформляется протоколом. Не важно, будет это капитальный ремонт, выбор управляющей компании, даже если мы что-то хотим благоустроить в своем дворе, это тоже общее собрание. Это коллегиальное принятое решение, которое, ну, на сегодняшний день, наверное, никто не может оспорить, жители выбрали сами. Поэтому им нужно обратиться в нашу управляющую компанию, мы поможем всячески подготовить документы, собрания, расскажем, как правильно сделать, разъясним какие-то непонятные моменты, если есть какие-то в жилищном кодексе или что, или, в принципе, в процедуре проведения собрания, в сроках. Это мы все готовы помочь. У нас есть контактные телефоны для этого, есть люди, и можно в любое время обратиться к ним за помощью. О самом насочном давайте поговорим. О таких бытовых проблемах, что поменяется для жителей? Платежки, как они будут получать, кто им будет оставлять счета, и, самое главное, изменится ли стоимость услуг? Еще одно отличие муниципального предприятия, мы об этом заговорили, от частных управляющих компаний. Муниципальное предприятие работает только в рамках закона, только в рамках тех тарифов, которые устанавливаются областью. Соответственно, для жителей сегодня ничего не поменяется, будет та же тарифная сетка, будут те же абсолютно платежи, никаких повышений, ничего не произойдет. Сейчас произошла небольшая задержка с выпуском единого платежного документа. Это связано в связи с тем, что передается информация от ДЭЗа в жилищник, но уже сегодня люди могут увидеть электронный документ уже у себя в кабинетах, в электронных, и, соответственно, в выходные дни они получат их у себя в ящике. Все останется так же. Технически люди никак не почувствуют этого перехода, то есть они будут это только чувствовать именно на сервисе, на повышении качества сервиса. Пислан Геннадьевич, спасибо за беседу, за исчерпывающие ответы. Ну и я желаю, чтобы жилищник действительно стал для химчан чем-то новым и оказывал качественный сервис, чтобы все эти кошмары с управляющими компаниями все-таки закончились в округе. Субтитры подогнал «Симон»